Приветствую вас. Я полагаю, что речь идет о неком вероятном слюзе для вашего мужа, то есть это вот слюз, выражение эмоций, выражение чувств для вашего мужа, вот следствие чего он провоцирует вас на конфликт. То есть, условно говоря, провокация вас на конфликт необходима вашему мужу для того, чтобы выразить, чтобы иметь возможность выразить свои чувства, чтобы иметь возможность выразить свои эмоции, чтобы иметь возможность проявить их, чтобы иметь возможность снизить немножечко то напряжение, которое у него очевидно есть. И это напряжение вследствие определенного кризиса, определенного конфликта в вашей семье. Вот. Ну, я полагаю, что не нужно напоминать о том, что вы сами как бы ведетесь на провокацию своего мужа, вот вы сами позволяете ему себя цеплять, вы сами позволяете своему мужу как-то вот себя задевать, да, и соответственно, когда вы отвечаете ему, то он с радостью пользуется этой возможностью. Вот. Ну, а есть в психологии такая игра, она представляет из себя, она называется, во-первых, игра называется «Попался негодяй». «Попался негодяй». И в этой игре один партнер как бы ищет, а ищет за что бы зацепиться, за что бы зацепиться. у своего партнера другого, то есть ваш муж ищет повод для того, что бы зацепиться к вам, чтобы зацепиться к вам. Вот. Для чего зацепиться? Это уже вопрос. Почему он так делает? Тоже вопрос. Но совершенно очевидно, что вы своего мужчину не чувствуете. И совершенно очевидно, что вы своего мужа не чувствуете. Вот. И совершенно очевидно, что у вас, так же как и в нем горит некая такая обида, которую вы пытаетесь друг на друга перебросить. Вот. Но совершенно очевидно, что хорошего в этом для вас ничего нет и быть не может в принципе. Вот. Поэтому очень важно, скажи разобрать, вследствие чего возникает конфликт. Какая у конфликтов, эти налоги, условно говоря, да, то есть как конфликт образовался, в результате чего он образовался. Вот. Дабы иметь возможность вам помочь, дабы иметь возможность сделать что-то для вас. Вот. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, что именно так же и происходит. то есть здесь одним из ключевых моментов является то, чтобы вы не принимали на свой счет то, что ваш муж делает по отношению к вам. что-то, но при этом старались решить проблему, а не затыкали бы своего мужа, а не пытались его успокоить. тем самым, грубо говоря, проблему принижать. Я не думаю, что это прям-таки уж хорошая идея и хороший расклад для вас. Вот. Поэтому, примерно, такая история. Да. Что касается поводства, вы просите его не кричать при ребенке. Это, вот вы пишете, да, что, значит, вот вы, когда просите не кричать при ребенке, еще сильнее заводится. Это чувство вины. У вашего мужа здесь чувство вины имеет место быть. Вот. Именно поэтому он заводится еще сильнее и именно поэтому вам имеет смысл не вести себя с ним подобным образом. потому что хорошего из этого не получится ничего. Это его только будет еще сильнее раззадуривать. Вот. Ну, вашего мужа, я имею ввиду, конечно. То есть тут, получается, что уже вы его сами провоцируете. на какие-то действия. Вот. Крайне, крайне не желательные. Вот. Я бы вам рекомендовал изучить психологические игры супругов. Да. В частности, скандал, психологическая игра, скандал. Перебрасывание горячей картофелины. Очень хорошая, на мой взгляд, игра. Которая здесь может иметь некое отношение к вам. То есть это перекладывание ответственности друг на друга. Вот. Самое главное, не забывайте, что от всего этого страдает ребенок. Ваш, что хуже всего именно ребенку, и что, в общем-то, страдает от всего этого наиболее сильный именно ребенок. А не вы, потому что вы все-таки взрослые, да, а ребенок он маленький, и защитить, защитить себя сам от той волны, грубо говоря, негатива, который имеет место быть. Придорок не может. Вот. Поэтому, это нужно. Обязательно учитывать. Вот. Понимаете, нет? О чем идет, о чем идет вы, о чем идет вы, что я пытаюсь сказать. Вот. Следовательно, конечно, очень хорошо было бы провести анализ ваших, ну, ваших взаимоотношений, анализ, ваших отношений, анализ того, как вы собственно говоря, выстраиваете свои отношения с мужем, вот, что вас вообще объединяет, вот, что у вас, ну, что у вас общего, что между вами общего, вот. Вот. Было бы неплохо этот момент забрать, конечно, вот, для того, чтобы лучше, эм, понимать, эм, какая, какая проблематика. Эм, ну, вот. Эм, сейчас. Эм, у, у вас какая-то, какая проблематика. Вот. Эм, сейчас. Это необходимо. Это необходимо. Это необходимо. Если мы хотим, эм, разобраться в ваших проблемах. И, если вы хотите, эм, ну, условно говоря, сохранить, эм, свою семью. Вот. То есть, если вы хотите сохранить семью, то нужна, нужна определенная работа. Вот. А если же вы, эм, сохранять семью не особо хотите, если вам это не особо интересно, вот, то в таком случае стоит подумать о том, чтобы расстаться. Ребенку, как я и сказал, достаточно тяжело находиться в такой обстановке, в такой атмосфере, когда его родители, там, ссорятся постоянно и прочее. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание, я уже говорил, но хотел бы повторить еще раз. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, эм, на то, как вы себя ведете, эм, в этой ситуации. Что вы не успокаиваете своего мужа, а, напротив, выводите его на еще, эм, на еще больший, эм, ну, конфликт. Да? То есть, не помогаете своему мужу успокоиться и решить проблему. А по сути, живете от конфликта до конфликта. Это очень, эм, серьезный, эм, показатель, на мой, на мой взгляд, это очень серьезный показатель. Эм, это очень серьезный показатель того, как вы воспринимаете своего мужа. И это очень серьезный показатель того, как вы воспринимаете себя самым. Вот. Поэтому, эм, здесь очень важно. Эм, вот, со всеми этими моментами. Разобраться для того, чтобы вы имели, э, представление о том, э, какова ситуация, что она себя представляет, и, э, что в этой ситуации можете сделать вы, допустим. Вот. А вот, соответственно, эм, то, что то, что я могу вам ответить, соответственно, то, как я могу вам ответить, а, вот, в этом контексте, в контексте данной э, ситуации, да, в контексте того, что вы написали написали, но, написали вы, кстати, достаточно мало, что тоже вызывают вопросы относительно относительно того, насколько вы хотите проблему решать, да, насколько вы ну, заинтересованы, в том, чтобы решать проблему. Вот. На этом все. А, я надеюсь, что вы прислушаетесь к ответам моим и коллег, и надеюсь, сделаете для себя выводы. если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.